С одной стороны, действительно, усиление репрессивности и скорость, с которой эта репрессивность проявляла себя, произошло, конечно, после обнуления, после отравления Навального, особенно после возвращения Навального, после протестов. В такой тяжелой фазе это действительно случилось, когда взяли Крым, когда власть потеряла всякий стыд уже, когда уже все меньше и меньше власть шла на компромиссы, когда протесты стали подавляться гораздо более жестоко, чем это было до того. Но я добавлю сюда еще одну дату. Это выборы президента Российской Федерации 2000 года, когда Путин пришел к власти. Лично мне тогда было с ним все ясно. Офицер КГБ у власти, которого наняли либералы для того, чтобы он закончил некоторые структурные реформы, исходя из того, что они будут им управлять. Ничего этого не получилось, ни структурных реформ толком, ни тем более управления Путиным со стороны. И тех, кто хотел эти реформы с его помощью заканчивать, с помощью просвещенного автократа, не получилось авторитарной модернизации ни разу. Там было несколько программ, последняя попытка была аж под 2018 год, в 2016-2017 году. Программа Кудрин, ничего этого уже невозможно. Поэтому это абсолютно естественный результат, довольно медленный, но вполне внятный эволюция режима, с которым еще в 2003 году было все ясно. После ареста Ходорковского и поражения демократических партий на тогда еще более-менее нормальных выборах. Знаете, здесь масса вопросов. Один из них мелкий переобуются ли Киселев и Соловьев. Судя по их биографии, они могут переобуться, но вот это последнее переобувание, оно не будет признано акцептованным обществом. Все-таки наговорено за это время. Нет, это уже все. Это только гореть в аду. Тут другого пути уже. Назад пути нет. Это, кстати, говорит о том, что они уверены в том, что до конца их профессиональной карьеры, до конца их физиологической карьеры не изменится ничего. На их век хватит. Ровно так же думают все элиты, которые ведут себя тихо, прекрасно себя чувствуют и совершенно не собираются менять направление движения или искать альтернативную путину фигуру. С точки зрения того, как вообще все это быстро или не быстро может поменяться, мы этого не знаем. Мы ничего не можем предсказать. Мы не предсказали протесты Хабаровска 2020 года. Ни один самый радикальный или самый спокойный политолог или, я не знаю, прогнозист ничего этого предсказать не могут. Я уверен, что рванет не там, где мы ждем, не в то время, когда мы ждем, и не по тому поводу, который нам кажется серьезным. Но то, что Россия очень инертна, то, что этот режим держится не на активной поддержке, а на полном равнодушии основной массы населения к тому, что вообще вокруг него происходит, при недоверии к власти, но и при недоверии к соседу, при очень низком уровне вообще, в принципе, социального капитала, да, то, что называется, вообще доверие. А то, что исторические процессы, наверное, происходят неожиданно, и, как говорил Василий Розенов, Русь, слиняла в три дня, так это так, собственно, и происходит. Знаете, была такая статья Ханна Эрент, чуть ли не в 45-м году уже, если, может быть, в 46-м, по-моему, в 45-м даже, где она писала, в частности, о том, что буквально, то, что называется по-английски overnight, так сказать, буквально сразу после того, как пал нацистский режим, нацисты куда-то делись. Появились люди, так вот, как бы поддерживающие совершенно другой режим, другой тип существования, другую идеологию. А куда фашисты подевались? Это все те же самые люди. Поменялась внешняя среда, поменялось начальство. Это природа конформизма психологической, природа толпы, природа мейнстрима, к которым нужно прислониться, потому что он сейчас мейнстрим. Меняется мейнстрим, ты прислоняешься к другому. Дело в том, что конформизм предполагает следование правилам ради того, чтобы вот эту самую ипотеку и зарплату, собственно, получать. Все, что угодно может думать этот человек у себя на кухне, но он никогда не будет делать того, что хотели бы, я не знаю, демократическая или либеральная общественность. Кроме того, как правило, в массе своей те люди, о которых мы говорим, которые работают силовиками, сейчас у них неплохие зарплаты, неплохие карьеры, они уже образуют новый средний класс. Вообще государственно зависимые люди — это основная масса населения страны. Ну, куда им деваться-то? Их кормит государство, значит, они играют по правилам государства. Они не будут против него выступать. Если они чем-то недовольны, они не обязательно недовольны тем, чем недовольна любовь с собой, отсутствием прав. Их мало волнует, как правило, политические права, их волнует права социальные, чтобы побольше было денег, и денег от государства. А это государство, может быть, в их представлении дает мало. Очень разные мотивации у людей быть недовольными этой самой властью, а вести себя будут хорошо. Эти все бюджетники, которых принуждают голосовать, о чем сейчас все говорят в связи с тем, что надвигаются выборы. Уволят, лишат, я не знаю, 13-й зарплаты, если ты не придешь на избирательный участок или не зарегистрируешься на электронное голосование. Люди это делают, еще больше ненавидя эту власть, но пикать они начнут только тогда, когда сверху эта власть поменяется. Как действует власть? Она не рубит хвост сразу, чтобы не шокировать людей, и тем самым провоцируя их на какие-то, может быть, и действия. Потому что, по сути, два таких, в общем-то, бытовых права, на самом деле, политических, которые остались, это право на интернет, на проникновение в него, на то, чтобы была возможность смотреть и слушать все, что угодно, с нормальной скоростью при этом, и въезда и выезда права. Вот даже вполне себе такого конформистски настроенного гражданина России, если лишить этих прав, он выйдет на улицу или нет. Вот он привык отдыхать, допустим, за границей, будучи представителем среднего класса и будучи сторонником Путина. У него отбирают это право. Он перестает быть сторонником Путина или нет? Или они отбирают право на интернет, в котором он живет? Потому что мы все сейчас живем в интернете самыми разными способами, без него невозможно. И когда что-то замедляется, это уже проблема. Но Кристо Гродзе говорит о том, что если рубить кошке хвост по частям, люди будут к этому адаптироваться, воспринимать это как нью-нормал. И мы как-то вот, ну, может быть, ничего. А мы еще глубже, этот хвост оторван, значит. Ну, может быть, ну, тоже ничего. Как-то же живем, как-то нормально. А то, что протесту нужен какой-то триггер, и все-таки это природа не очень понятная, в том смысле, что, ну, вот, было отравление Навального, протеста уже не было. Было обнуление, протестов не было. Вообще все в недоумении просто находились, плюс пандемия, конечно. Но вернулся Навальный. Но его арестовали. Это был колоссальный триггер. То есть вот эта психологическая природа протеста, она не до конца, как бы, понятна. Никто, опять же, не предсказывал, повторюсь, Хабаровск. Ну, и, пожалуй, для самих белорусов было неожиданностью то, что произошло у них в августе 2020 года. Ну, во-первых, не только об интеллигенции, как бы речь, речь о более широких, как бы, социальных группах, самых разных, для которых вот это, по ком звонит колокол, это не по мне. Это может произойти с кем угодно, только не со мной, потому что я себя веду нормально и не высовываюсь. И это вот то, чего, собственно, власти добиваются, то, что в нацистской Германии называлось Гляйшальтунг, когда все, в общем, как бы, по своим норкам сидели, и те, кто спокойно переживал эти времена, они так, как спокойно пережили, не почувствовав запаха из труб крематория. Это, в общем, как бы, тоже известный. Известный тоже психологический механизм и известное средство, как бы, вот, группировки людей в стадо, в мейнстрим, там, не знаю, в то, что у нас называется большинство путинское, большинство, которое сейчас стало менее устойчивое, но, тем не менее, в периоды мобилизации она таки мобилизуется, голосует как надо. А потом ему уже говорят, вы же за нас проголосовали, у нас демократия. Вы большинство, так что, окей, так сказать. А вот эти все крикуны, это граждане второго сорта, на них не обращайте никакого внимания. Хотите грант, хотите, там, молодежную активность, мы вам все дадим. Вот так это все работает, и это действует. Ну, вы знаете, эта дискуссия в кругах, мы назовем это, продвинутых классов, да, городских, образованных, демократически ориентированных, абсолютно типична. В частности, вот сейчас, выборы, и каждый решает для себя. С одной стороны, ни на что не повлияет участие в этих выборах, что правда. Участие в этих выборах легитимизирует их, что правда. Оно правда и то, что можно поучаствовать, да, вот использовать чистый технологический инструмент, не имеющий отношения к выборам, да, потому что иногда, вот в Томске была история, в общем, вполне себе фашист прошел по умному голосованию, и вот хотели ли мы этого, вот я не уверен. Ну, это такое, на самом деле, отношение к выборам, что они не выборы, вот давайте это используем просто, чтобы, так сказать, показать партии власти, что она под ударом каким-то находится. И партии власти фактически делают рекламу этому умному голосованию, значит, это тоже имеет существенное какое-то значение, все имеет значение. Но это выбор каждого из нас. И он довольно сложный. Я, например, не ходил на голосование за эту самую, как вы зовут, точнее, против конституционных поправок, потому что, ну, это совсем было нелегитимно. Эти выборы парламентские, хоть и конституции записаны, это вот еще можно подумать, да, там, поиграть в эти игры, хотя это, конечно, не очень серьезно, и для людей, как бы, индоктринированных демократией и либерализмом, ну, вот голосовать практически не за кого. Есть яблоко, да, пожалуйста, если хотите. Но других, как бы, идеологических, вот, демократических партий у нас нет. Так что это выбор каждый.